Всем привет, меня зовут Роман Переборщик, первокомандитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга», и это наш подкаст о науке, в который мы приглашаем интересных специалистов из разных областей. И наш подкаст делается совместно с Московским Центром Инновационных Технологий Здравоохранения и Метеох Москва. И сегодня у нас в гостях Ирина Галеева, врач-невролог, сомнолог, главная специалистка клиники доказательной медицины «Рассвет» и авторка книги «Вынос мозга». Привет, Ира. Привет. Расскажи, пожалуйста, подробнее, чем конкретно ты занимаешься. Как врач я работаю в клинике, принимаю людей, которые приходят с разными жалобами. Чаще всего это головные боли и боли в спине. Ну, самораспространённые. Да. Практикующий врач, также, поскольку я сомнолог, сомнолог – это врач, который занимается расстройствами сна, я работаю также с пациентами, у которых есть бессонница, храп и другие жалобы. Мне кажется, наверное, половина наших зрителей сейчас подумали, что им обязательно надо попасть к такому же специалисту. А вот можешь, пожалуйста, объяснить, так как расстройство сна – это, в принципе, ну, я не знаю, чуть ли не обыденная вещь. Ну, то есть я с трудом представляю себе человека, который вот как-то, я не знаю, прямо спит идеально каждую ночь. То есть всегда есть какие-то там недосыпы, крапы, ещё какие-то вот вещи, которые мешают. Вот как человеку определить, что ему нужно к такому специалисту, допустим? Хороший вопрос, чтобы развеять немножко ипохондрию вокруг нарушений сна. Например, бессонницу мы ставим обычно, когда есть довольно определённые критерии нарушений сна. Во-первых, проблемы со сном должны длиться минимум три месяца, чтобы говорить, например, о хронической бессоннице. От трёх недель, точнее, до трёх месяцев по разным классификациям. Ну, мы в России чаще начинаем отчёт именно с трёх месяцев. Во-вторых, эти нарушения сна должны беспокоить человека каждую ночь, ну, или как минимум три ночи в неделю. То есть, если человек там один раз понервничал перед собеседованием, например, перед экзаменом, или если он накануне выспался хорошо на выходных, и ему тяжело заснуть перед понедельником, это нельзя считать бессонницей. К тому же, очень важно, что нарушения сна должны приводить ещё и к дневным симптомам каким-то. То есть, например, человек должен быть рассеянным, раздражённым, сонным в течение дня. Если у него есть проблемы с засыпанием, но при этом ночью он высыпается нормально и чувствует себя хорошо в течение дня, возможно, это просто малоспящий человек. Есть такие люди, которым требуется меньше времени для сна. Ну, то есть, если человек поспал четыре часа и выспался, то это не расстройство? Да. Если человек чувствуется отлично после четырёх часов сна, это нормально. Просто сейчас довольно популярно мнение после книги довольно известного учёного Мэтью Уолкера, который написал книгу «Зачем мы спим и как мы спим?» Есть разные переводы. И он там говорит, что, типа, если вы спите меньше шесть часов, это патология, таких людей не существует. Всем нужно восемь часов сна, если вы так не спите, то вы умрёте от рака и вообще от всего, чего угодно. Но это неправда, потому что в реальности существуют малоспящие люди. Они гетинетически запрограммировались спать четыре-пять часов. Правда, таких людей мало, их один-два процента, но всё-таки это довольно большое количество людей. И если такие люди, прочитав такую книгу и услышав интервью этого человека, подумают, что «Ой, надо спать восемь часов», то они себе сами могут навредить. Потому что, во-первых, они будут мучиться, страдать, потому что у них не получается заснуть, они будут высыпаться за более короткий период времени, будут переживать на этот счёт, разобьётся какой-нибудь невроз, который уже вторично может привести к реальной бессоннице. А ещё важный момент, что человек просто будет тратить своё время зря, потому что время нашей жизни ограничено. И зачем там час-два каждый день тратить на то, чтобы находиться в постели, хотя это совершенно непродуктивно, может быть, для некоторых. То есть здесь у нас важный ориентир — это собственное самочувствие. Ну, то есть если человек, так скажем, не испытывает трудностей, связанных с тем, что он спит мало, то это, скорее всего, просто его естественный ритм, на который он может не обращать внимания. Да, да, скорее всего, это так. А что касается храпа, вот в принципе, с какими жалобами основного обращаться? Вот именно кроме бессонницы, которая наиболее такая очевидная проблема, я не знаю, там бывают ли какие-то случаи из-за разряда, там не каждую ночи сняться кошмары и тоже там… Ну, то есть может ли человек с такой причиной обратиться к косомнологу или это ему скорее к психологу надо обращать? Да, поняла вопрос. Ну, на две части его разобью. Во-первых, про храп расскажу. Храп — довольно частая жалоба. Люди приходят обычно не потому, что их самих храп беспокоит, а потому что на храп жалуются партнёру по сну. Это сильнее мешает партнёру, чем самому человеку. И храп, на самом деле, не является патологией, если это не приводит к нарушению дыхания во сне. Есть, конечно, некоторые исследования, которые говорят, что храп может привести в будущем к нарушению дыхания во сне. Как это происходит? Почему вообще люди храпят? Потому что у некоторых людей, может быть, от природы увеличен такой язычок нёбный. Возможно, многие видели, например, у себя или в мульте, когда там часто рисуют такой язычок у персонажа, да, в том и Джерри, да, там кого-нибудь глотает, он за этот язычок держится. То есть знают многие, что это такое. И если посмотреть на свой язычок и, например, сравнить с язычками других людей, то можно заметить, что они отличаются по размерам. И у некоторых от природы он довольно большой. И когда человек засыпает, мышцы расслабляются, а нёба тоже имеет мышцы, то нёба немножко опускается, язычок тоже немного опускается, и во время дыхания начинает колебаться. И возникает этот звук – храп. Поэтому, когда человек хочет избавиться от храпа, ему предлагают этот язычок отрезать. Такая есть операция у волопалата пластика. По травматичности она напоминает, например, тандилокотомию, удаление миндалин, да, то есть такая амбулаторная, в принципе, операция, её проводят, и в тот же день могут человека отпустить. И довольно быстро человек после неё восстанавливается, больше не храпит. Часто храп ещё с возрастом проявляется, потому что у нас ткани глотки, они как ткани лица, и если начинает с возрастом овал лица ползти, то же самое с тканями глотки происходит, они провисают, и может возникнуть храп. Так вот, к чему это долгое вступление? Дело в том, что у некоторых людей с возрастом настолько может перекрыть вот эта мягкая ткань дыхательной пути, что он может начать в момент максимального расслабления задыхаться. Дыхание останавливается, человек пробуждается, мышцы снова в тонусе, и он снова может вздохнуть. Это он может даже не осознавать, но такие микропробуждения в течение всей ночи очень вредны, потому что, во-первых, сон получается неполноценный, человек не высыпается, он высыпает в любой ситуации за несколько секунд. Это может быть опасно, например, для тех, кто едет за рулем, да, там, например, пробка или просто спокойная ровная дорога, он может заснуть и попасть в аварию. Это часто наблюдается у мужчин после 40-50 лет, потому что у них накапливается жировая ткань, в том числе верхней части тела, в том числе на горле, это тоже может приводить к обструкции дыхания. И, возможно, кто-то наблюдает там у папы, у дедушки, что он садится в кресло перед телевизором и моментально выключается, начинает храпеть. Вот это как раз может быть симптомом апноэ сна. К тому же, во время сна человек недополучает кислород, это вредно для мозга, для сердца, повышается риск инсультов, инфаркт. И для таких людей, кому невозможно провести операцию, она не всегда возможна из-за анатомических особенностей, там может быть и не быть избытка ткани. Таким людям мы не можем предложить похудеть, потому что у них, во-первых, и так сонливость, тем тяжело заниматься чем-либо, у них и так нарушен метаболизм из-за недостатка кислорода, им тяжело худеть. Поэтому самым классным решением для людей сопной сна является использование социальных аппаратов. Сипап – это такая маска, надевается на лицо, рядом ставится моторчик такой, который компрессор, да, нагнетает воздух человеку, и когда считывает этот приборчик своим датчиком, что человек перестал дышать, он искусственно ему воздух нагнетает. Кажется такая ужасная какая-то машинка, да, как человек будет спать с этой маской, но на самом деле люди просто в восторге оказываются. Вот этого аппарата, поспав с ним одну ночь, они просыпаются впервые за много дней, выспавшимся, точнее даже за много лет выспались, чувствуют себя бодрыми, они начинают худеть, ничего не делая, не прилагая усилий, потому что у них улучшается состояние всех тканей организма, потому что кислорода получают достаточно в течение ночи и высыпаются. Короче, классное решение для людей, у которых есть апплой сна. Но оно не у всех людей с храпом разовьется, так что храп – это типа косметический такой дефект, и если это мешает партнёру, то можно провести вот такую операцию. Ну то есть это не от того, что есть какая-то, ну в основном, если брать правильный случай, не потому что есть угрозы для человека, а чтобы партнёр рядом спокойнее спал. Да. Ну отчасти это ещё для здоровья партнёра делается, потому что есть, опять же, исследования, которые говорят, что партнёр, который спит с храпящим человеком, может получить тулоухость на то ухо, которое расположено где же партнёра, ведь храп, он довольно громкий, там по громкости он чуть ли не с отбойным молотком конкурирует, ну я не помню по децибелам, но вот что-то на таком уровне. Поэтому, ну здесь это как бы операция для здоровья партнёра получается. Просто я храплю, открываю страшные тайны, но я храплю не очень громко. То есть мне стоит идти на операцию или могу сказать жене, что не переживай, нормально всё. Ну если ей не мешает, если это не сказывается на семейных отношениях, ведь многие прям начинают ругаться из-за этого. Да, ну это для здоровья самого человека обычно это не имеет какого-то значения. Только если появляется например, остановки дыхания во сне, тогда могут и проводить. Но повторюсь, это не основной метод лечения. Обычно используют именно СИПАП. То есть храп цело большинство исследований считает вариантом нормы, скажем вот так. А какие, вот про вторую часть вопроса, какие в принципе ещё существуют нарушения сна, с которыми приходят люди? Самое популярное это всё-таки бессонница. Вот это прямо топ, я не знаю, 90% и больше приходит с этим. Ещё часто приходят с нарушениями сна, связанные с поддержанием сна. То есть некоторые просыпаются посреди ночи. Это вообще нормально. То есть можно проснуться, сходить попить водички, в туалет, но некоторые люди после этого не могут заснуть. То есть если вы проснулись и не можете заснуть в течение долгого времени, больше 15 минут, то это уже говорит о том, что есть какая-то проблема, чаще всего это такое тревожное, недепрессивное расстройство. Особенно, когда человек не может заснуть, проснувшись в 4 утра, и всё уже сна не в одном глазу. И это вот прям супертипично для депрессии. Интересно. Мне кажется, сейчас тоже половина зрителей такие, ну, как поднимать. Хорошо. А есть ли какие-то необычные вот вещи, с которыми ты сталкивалась? Ну, то есть, мне сложно представить, но случаи, которые вызывали скорее удивление вот про то, что, в принципе, это просто к чему вопрос? То, что, как изучает, например, мозг? То, что мозг изучают, когда в нём что-то не работает, у кого-то в случае какой-то травм, вот человек ельвицкий, ага, вот эта область травмированная, она отвечала у него вот за это. То есть вся история неврологии, если так на тебе разумелась, существует ли вот что-то подобное в области сна, когда какое-то необычное расстройство приводило к каким-то открытиям или, ну, развитию вот этой науки? Вообще, сомнология, начнём с того, что она, в принципе, мегаинтересная штука. То есть мы изучаем такие вещи, которые обычно ложатся в основу, там, сказок, сказаний и так далее. Например, всякие гиперсомнения, да, когда типа синдрома спящей красавицы, когда некоторые люди, обычно молодые, спят по несколько суток, просыпаясь только для того, чтобы сходить в туалет или поесть, их невозможно добудиться. Или, например, сомнобулить, лунатизм, да, лунатизм, когда человек начинает ходить во сне. То есть таких вариантов очень много, но клинически они, к счастью, встречаются довольно редко. То есть на, там, не знаю, сотню, наверное, посещений, сомнолога, именно вот обычного, да, большинство именно жалобы на нарушение сна, бессонницу. И редко приходят, например, с нарколепсией, такие принуждающие засыпания спонтанные, которые бывают у людей. Иногда приходят, например, с сонным параличом. То есть довольно интересная такая штука, тоже в мифологии свое отражение имеет, когда человеку кажется, что у него на груди сидит демон какой-то и душит его. Хотя это на самом деле связано с пробуждением, быструю фазу сна, когда у человека парализованы все мышцы, ради безопасности, чтобы он сам себя не травмировал во время сна. И человек просыпается, не может пошевелиться, мышцы грудной клетки тоже плохо работают. Из-за этого ему кажется, что кто-то сидит у него на груди. И это легло, опять же, в основу вот таких сказаний, что там домовой или демон какой-то сидит на груди. А если человек, ну, тоже из этой же категории, просыпается, но он отлежал себе конечность, не может там пошевелить там вовру рукой и еще чем-то. Ну, то есть это... И это повторяется, допустим, человек там реально каждую ночь вот с таким человеком, с такой же оба человека. Можешь прийти? Может прийти, но от нее сомнологическая патология. Чаще всего, когда человек жалуется на то, что у него не имеет рука во сне, это неврологическая проблема. Обычно это какой-то туннельный синдром. Туннельным синдромом мы называем, когда нерв руки, например, да, проходят в узком пространстве, похожем на туннель, например, в запястье или в локте, и в определенном положении этот туннель сужается или при определенных заболеваниях, это может быть при сахарном диабете, при всяких артритах, опять же, сужается этот просвет или анатомически у некоторых людей есть предрасположенность. И когда человек спит, например, вот так вот руку подложил под голову, и долгое время нерв оказывается зажат. И когда человек просыпается, он чувствует в руке онемение, иногда боль. Это довольно опасная, на самом деле, ситуация, потому что если это слишком долго будет продолжаться, то нерв необратимо пострадает, и потом человек не будет чувствовать рукой или слабость даже будет в руке, мышца атрофируется. Поэтому если есть такие симптомы, то лучше сходить к неврологу на обследование, могут предложить использовать специальный ортез, например, на запястье или на локоть, который не дает сгибаться чрезмерно. Или могут предложить, например, операцию, которая расширяет вот это пространство, где проходит мир. Расскажи чуть подробнее именно про науку, сомнологию. То, что в чём, так скажем, вот ты говоришь, это очень интересная наука. Большинство людей при нём наверняка чуть ли не первый раз в жизни, наверное, слышат и даже не представляют себе, ну-ка, байки, там бессонница, там храп, всё понятно. А чем, так скажем, занимаются академические сомнологи? То есть изучение мозга, влияние сна на организм или что? Основной инструмент, который используют сомнологи, чтобы люди понимали, как это вообще исследуется, это полисомнография. Это когда на человека прикрепляется много-много датчиков, которые помогают отслеживать, как функционирует его организм во сне. Во-первых, это датчики, которые на голову надеваются, которые помогают считывать электрическую активность головного мозга. По волнам головного мозга мы можем понять, человек находит в состоянии сна или бодрствования. Также датчики приклеиваются ближе к глазам. Это помогает отслеживать движения глазных яблок, чтобы понять, какая сейчас фаза сна с движениями глазных яблок или без них. Может также датчик на подбородок и на щёки прикрепляться, чтобы понять, не скрипит ли человек зубами во сне. Частая проблема – бруксизм. Когда человек ночами скрижащит зубами, это может приводить к истираемости зубов, к травмам височно-нижнечелюстного сустава и, например, к болезненному напряжению мышц лица. Также датчики на грудную клетку надеваются. Это помогает отслеживать и частоту дыхания, и частоту сердечных сокращений, ЭКГ. Чтобы посмотреть, как меняется ритм мозг сердца. Это, например, актуально для тех же людей с нарушениями дыхания во сне, потому что ритм сердца может меняться в зависимости от того, хватает ли человек кислорода или нет. Также обязательно датчики на ноги надеваются. Во-первых, тонус мышц отслеживается, поскольку в разные фазы сна он меняется. А во-вторых, помогает отследить, нет ли движения конечностей во сне, что также и является патологией в определенной фазе сна. Давай перейдём к твоей более широкой специализации как врача-невролога. Расскажи, в принципе, чем ты конкретно занимаешься именно как врач-невролог, или, может, про какую-то конкретную область неврологии, которая тебе наиболее интересна. Вообще, я занимаюсь не только нарушениями сна, чаще всего приходят ко мне с головной болью или болью в спине. И самая моя любимая, наверное, головная боль, мигрени, поскольку это самые сильные, частые головные боли, с которыми приходят люди. Вот я, так как, ну, наверное, не очень интересовался, но мне всегда было интересно, вот, очень часто слышишь мигрень, мигрень. Вот чем мигрень? Часть от головной боли, вот, обычный человек. Какой момент человек понимает, что у него мигрень? То есть, в чем особенности этого заболевания и состояния? Как правильно? Мигрень – это один из видов головной боли, то есть, она входит во все головные боли, и у человека могут быть как обычные, так сказать, головные боли, мы обычно под ними имеем в виду головные боли напряжения, как самые частые головные боли. Но у мигрени есть свои, опять же, определенные критерии. Это обычно очень сильная головная боль, если оценивать по шкале от 1 до 10, где 10 – невыносимая боль. Это 7-8 баллов, но не обязательно. Может и 5-6 баллов быть, это головная боль при мигрени. Но у нее должны быть другие критерии, например, это может быть односторонняя головная боль, она пульсирующего характера, она ограничивает физическую активность, человек старается полежать, потому что при физической активности эта боль усиливается с каждым шагом, наклоном, как будто сильнее голову человеку отдает. Также мигрень обязательно должна сопровождаться или тошнотой с рвотой, или, может быть, свето-звукобоязнью. Это когда повышена чувствительность к свету, к звуку, хочется завесить шторы, чтобы никто рядом громко не говорил. А также иногда при мигрени бывают очень интересные симптомы. Это называется аура при мигрени, предвестник мигрени. Он проявляется обычно зрительными нарушениями. Это может быть мерцающее пятно перед одним глазом, которое 5-10 минут человека беспокоит, затем исчезает, и начинается головная боль. Иногда это могут быть двигательные или чувствительные нарушения, например, немеет одна рука, нога, может нарушиться речь, может быть иногда головокружение, слуховые, обольнятельные, галлюцинации. Занимаешься ли ты исследованиями мозга? То есть как невролка, или это касается не только нервной системы человека, вот именно связывающей, так скажем, наши конечности с мозгом? Не совсем поняла вопрос, как ученый я не изучаю, потому что я никакой научной кафедре сейчас не принадлежу, но когда приходит пациент, я его исследую, то есть смотрю у него рефлексы, чувствительность, исследования, которые он сделал, или назначаю исследования какие-то, чтобы сложить полную картинку и понять, какой у него диагноз. Есть ли какие-то, скажем, тоже необычные случаи, с которыми сталкивается врач-невролог, который его мог поставить в тупик? Или у него принцип работы следующий, что он, если не знает, с чем он имеет дело, просто отправляет на дополнительные исследования, и там уже другие специалисты разбираются? То есть как это? По-разному бывает. Обычно случаи довольно простые, ну, по крайней мере, для меня, потому что я их уже довольно давно наблюдаю, уже, сколько мне, 12 лет практики получается. В рассвет вообще часто приходят пациенты с сложными историями, потому что мы как экспертная клиника, и я главный специалист клиники, и поэтому ко мне приходится с такой пачкой исследований, и я говорю, так, подождите, я эти исследования изучаю, и часто даже не удается с первого раза понять, в чем проблема, и мы с пациентом связываемся, я беру контакт и говорю, давайте я поизучаю, посоветуюсь с коллегами, потому что бывают реально какие-то редкие генетические случаи, которые там пару человек всего на всю Россию, и, естественно, надо потратить довольно много времени, чтобы изучить литературу на эту тему, чтобы посоветоваться, например, с неврологом-генетиками, или с неврологами-специалистами по нервно-мышечной патологии. Неврология очень не такая обширная дисциплина, но в любом случае мы обычно находим причину, с чем это связано, и пациента куда-то направляем. Но чаще всего, повторюсь, обычно понятно, что с пациентом, а если непонятно, то у нас есть так называемая топическая диагностика. Это когда при помощи осмотра, постучав по коленочкам, по ручкам, посмотрев чувствительность, и найдя определенные нарушения, это соответствует поражению в определенной области. То есть ты четко знаешь, что человек там вплоть до доли мозга или там вплоть до миллиметра на нерве, где находится проблема, но не всегда удается клинически понять, с чем это связано, то есть, например, опухоль, травма, воспаление, что это такое. Мы поэтому часто отправляем на исследование, например, на МРТ, чтобы посмотреть, что там конкретно за бяк сидит, и как человека дальше лечить. А бывает ли такое, что люди обращаются, например, после какого-нибудь микроинсульта, то, что они там чувствительность конечности, но изменилась чувствительность, или наоборот даже потеряли, или речь стала невнятна. То есть бывают такие случаи, и можно ли человеку, ну, может ли врач невролог в такой ситуации что-то ему посоветовать, как-то помочь. Ну, вообще микроинсульт не совсем корректный термин. Да, есть либо инсульт, да, у человека тромб или бляшка, закрыли сосуд, и погибла ткань мозга, и, соответственно, человек потерял функцию, за которую эта ткань мозга отвечала, нарушилась речь, как ты сказал, онемела рука, нога и так далее. А есть транзиторные шимические атаки, вот их любят называть микроинсультами, это как инсульт, но как бы демоверсия инсульта, скажем так. Когда у человека, допустим, сосуд спазмировался, кровь перестала поступать к мозгу, а потом, например, гипертонический кризис, который вызвал спазм, прошел, сосуд снова расширился, кровоток возобновился, и мозг восстановил свои функции. И мы тогда не видим через 24 часа никаких клинических проявлений, и не видим на МРТ каких-то изменений. То есть человек как бы здоров, но вот у него такое произошло, и мы, соответственно, можем принять какие-то меры, чтобы человека предотвратить этот инсульт, например, удалить бляшку, которая способствовала остановке вот этого кровотока из-за спазма сосуда. Вот. Но обычно все-таки микроинсульт это не амбулаторная неврология. Ко мне все-таки приходят пациенты, которых жалобы такие не экстренные, не угрожающие жизни. А есть еще неврологи, которые работают, например, в сосудистых центрах, я тоже раньше в сосудистом центре работала, именно с пациентами, у которых инсульт, которых привозят на скорых, и ты начинаешь им помогать. Конечно, бывает иногда и амбулаторно приходит человек с инсультом, ну, не понял он, что у него инсульт, да, онемела рука, но думал, ну, онемела, онемела, схожу там через недельку к неврологу. И ты, когда это видишь, ты уже по обстоятельствам решаешь, если это острый инсульт, например, человеку предлагаешь вызвать скорую помощь, поехать в сосудистый центр, может быть, там еще возможно будет провести тромболизис, чтобы растворить тромб, который вызвал инсульт, и у человека восстановится функция. А может быть, там уже прошло много времени, и здесь уже не имеет смысла его вкласть в сосудистый центр, здесь ты уже сам можешь исследовать его, разобраться с причинами, почему у него это произошло, чтобы назначить лечение для предотвращения будущих инсультов. Расскажи про свою просветительскую деятельность, так как ты достаточно активно ведешь социальные сети, ты написала книгу популярную, вот почему ты занимаешься вот таким просвещением, дает ли тебе, ну то есть, что лично для тебя это дает, вот по какому-то личному просто порыву души, потому что ты просто не можешь этого заниматься, или ты как-то начала и просто, так скажем, занимаешься этим, потому что видишь, что у людей это требуется, точнее, пользоваться каким-то спросом. Да, наверное, все сразу. Во-первых, мне в целом всегда было интересно что-то рассказывать людям про свою деятельность. Я уже... Про что ты рассказываешь, как раз? Я рассказываю как раз про неврологию, в основном про всякие интересные случаи или, наоборот, про что-то суперпопулярное, что человек, многие люди испытывают, чтобы они себя могли лучше чувствовать, например, там, развенчивая всякие мифы, почему болит спина или голова, как реально надо лечить мигрень, какие препараты не стоит применять, ну вот все в таком роде. И я, наверное, еще в медицинском, когда училась, я вела свой небольшой блог, и потом, когда появился Инстаграм, и я увидела, что люди там пишут про медицину, я подумала, блин, надо так же делать. И вот как-то Инстаграм зашел, потому что мне еще интересно делать такие... Ну вот именно формат визуальный, то есть мне интересно делать карточки в сторис, например, чтобы так подавать информацию в более простом формате. Ну, а там про мифы у тебя есть? Я не знаю, там два-три каких-то самых любимых мифа, или, может быть, два-три самых необычных случая, про которые ты писал своим подписчикам? Ага. Ну, я расскажу тогда про один любимый миф и про один любимый случай, который у меня произошел. Ну, любимый случай... Ну, давайте вот выберем случай с серотониновым синдромом. Немногие знают вообще, что такое бывает. Это когда у человека случается передозировка серотонином, гормоном счастья, скажем, ну, нейромедиатором. И довольно редко это происходит. На самом деле, хоть многие врачи опасаются серотонинового синдрома и не назначают, например, бедным людям с мигренью, у которых еще есть депрессии, которые пьют антидепрессанты, которые повышают уровень серотонина, специальные препараты, чтобы снимать приступ головной боли, трептаны, которые используются при мигрень, потому что и трептаны, и антидепрессанты повышают уровень серотонина. И все-таки, о, все, ты умрешь от серотонинового синдрома. Хотя на самом деле... В чем заключается серотонин? Заключается в том, что слишком много в голове становится серотонина, и у человека начинаются всякие неприятные явления. Его начинает колбасить, сердцебиение учащенное, расширяются зрачки. Ну, то есть, крайне неприятно, и потенциально даже может быть летальным исходом это обладать. Но на самом деле, на практике это довольно редко встречается. Прямо казуистичные случаи, и даже вот то, что опасается... То, чего опасается многие врачи, и не назначают бедным пациентам с мигренью специальные препараты от головной боли, трептаны, если они пьют антидепрессанты, это неправильно, потому что даже up-to-date, суперкрутой источник медицинских знаний, говорит, что те случаи, которые мы наблюдали, когда у людей якобы развился серотониновый синдром от употребления трептанов и антидепрессантов, при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не серотониновым синдромом, а какой-то там побочной реакции. Так что не надо этого опасаться, пейте антидепрессанты и трептаны вместе. Я такая, ой, интересно, ну, наверное, серотониновый синдром никогда в жизни не увижу. Но тут я работала в 52-й больнице, которая занимается проблемами с почками. Поступает туда пациент, у которого почки работают плохо, которым требуется гемодиализ и так далее. И ко мне поступает пациент, у которого почки тоже практически не работают, с какими-то очень необычными симптомами. И когда я проверила по критериям серотонинового синдрома, я поняла, что у него серотониновый синдром, и он реально начал недавно принимать антидепрессанты. И причем у него была небольшая доза, то есть доктор его учитывал, что у него не работают почки. Но, видимо, у него настолько они плохо работали, что даже такая небольшая доза смогла вызвать серотониновый синдром. И вот этого пациента мы госпитализировали, и этот диагноз подтвердился. Так как это большая редкость, вот рассказываю вам, не стыкно. Иногда бывает такое в практике, так что стоит об этом знать. Расскажи подробнее про свою книгу, в принципе, про авторство. у тебя была идея изначально написать, во-первых, о чем книга, так скажем, расскажи чуть подробнее. И так как я сам просто занимался книгоиздательством, я знаю, насколько это достаточно тяжелое дело. И то, что хорошая книга пишется там пару лет, наверное, некоторые специалисты пытаются и быстрее, но это все-таки такое трудозатратное занятие, особенно если еще есть работа, личная какая-то деятельность. Как ты в целом отношусь к вот этой своей являетели каким-то хорби? Пишешь ли ты какую-то новую книгу? И, в принципе, какой отклик от аудитории ты получил, она написав свою книгу? Угу. Так, опять много вопросов. Я специально, чтобы потом молчать. Да, окей, хорошо. Книгу я написала на самом деле очень быстро. Я из той серии людей, которые очень долго прокрастинируют, а потом нахрапом делают большой объем работы. Я изначально посчитала, что мне нужно сделать там шесть авторских листов, это вроде бы сорок тысяч. Да, знаков, то есть мне надо сделать двести сорок тысяч знаков и я как-то разделила, ну, допустим, на сколько-то месяцев сколько мне дала издача, так я думаю, о, мне можно писать там, допустим, тысяча знаков в день, отлично. И я так каждый день прокрастинировала, пока мне не надо было там в день писать две тысячи знаков, десять тысяч знаков. В итоге дошло до того, что действительно мне надо писать десять тысяч знаков, чтобы успеть к дедлайну, который мне обозначило издательство. И я там совмещаю, у меня еще работа была с дежурствами тогда в больнице, и там я после ночного дежурства сидела, еще там все писала, эту книгу. То есть вообще там не спала несколько недель, но в итоге я выпустила. Я не сказать, ну нет, я недовольна, что тут говорить. Мне нравится книга, интересная. Суть ее заключается в том, что героиня, которая интересуется нейробиологией, она проживает свой день, поедя на все через призму вот этого своего научного знания. Например, она просыпается, и она думает о том, какие центры мозга у нее проснулись, как их простимулировать при помощи кофе, сладкого завтрака и так далее. И вот так вот она через весь свой день идет, попадает в больницу, потому что у нее там случилось на фоне стресса, паническая атака. И она там общается с неврологом, с рентгенологом, и рассказывает всякие штучки из жизни врачей о том, как функционирует больница, как работают неврологи. Точнее рассказывает там другая уже героиня, которая с ней пересекается. Ну то есть, блин, я, вот не знаю, мне нравится такой формат повествования, когда не просто факты накиданы, а это как-то связано с жизнью, есть какое-то повествование. Отклики, ну кому-то нравится такой формат, кому-то нет. В основном, поскольку читают мои подписчики, которые любят что-то такое, не знают, как я информацию подаю, они остались довольны. Хотя, ну, наверное, с литературной точки зрения это супер банальная книга, потому что там простое линейное повествование, да. Да, то есть это чисто вот, чтобы подать вот так вот информацию у меня было сделано. А не думала ты сделать тогда более закрученный сюжет какой-нибудь там с романтической линией? А у меня, кстати, там есть романтическая линия, потому что, ну как же, без романтической линии мне вообще неинтересно книги читать. Ну то есть, ну, научпоп, конечно, интересно, но если там романтическая линия, мне кажется, это всё становится намного круче. То есть там такая тонкая романтическая линия идёт, и я прям кайфу, когда мне подписчицы пишут и говорят, типа, а что у них было в итоге? Я такая, yes, они поняли, что это романтическая линия. Отлично. А я сейчас пишу вторую книгу, и я там сделала более закрученный сюжет, и я думала, блин, не слишком ли много там, конечно, графоманства такого, и не слишком ли мало науки. Это будет уже книга про сон, не буду спойлерить, потому что не знаю, к этому издательству отнесётся. А хотя бы какое издательство? Как, Эксмо? Я у него... Чи-пя-чи? Бомбора. Бомбора. Ну не знаю, кстати, под какой серии будет выходить книга моя. Вот, и вообще, я надеюсь, что это не запрещено говорить, что она выйдет. Наверное, нет. Наверное, просто не... Да, ну всё, отлично. Ты меня успокоил. Если ест, ну ты ест, да? Да, хорошо. Да, надо тогда поднапрячься, потому что на самом деле уже сроки я срываю, но тут это обусловлено ещё, сам понимаешь, все ситуации, да, которые происходят. Но мне очень нравится моё издательство, потому что они очень нежно относятся к авторам своим, потому что понимают, что творческого человека нельзя подгонять, и это так не работает. Да, классно. Вообще, я очень мечтала быть сомнологом и очень стремилась обучиться именно на той кафедре, где я училась. Я училась на кафедре медицинского сна в больнице Кожевникова, это Сеченский институт, и хотела попасть именно к Полуэктову, довольно известный учёный, сомнолог. Он написал книгу «Загадки сна», и я просто тащусь от его лекций, и очень хотела попасть к нему на учёбу, даже лично ему писала письмо, то есть, когда у вас там будет учёба. Тут начался ковид, и всё это как-то переносилось, и вдруг мне приходит от него письмо, это через год, наверное, после того, как я ему написала, что типа, вот мы начинаем курсы. И я тут же записалась на этот курс, прошла, получила сертификат, и это было суперклассно, и я, наверное, ходила в эйфории год, и сейчас думаю уже, ну, надо что-нибудь ещё новенькое, короче. В неврологии можно бесконечно расти, потому что там же есть демилизирующие заболевания, нервно-мышечные заболевания, в общем, эпинептология, да, детская. То есть, тут много куда можно и расти, и я бы пошла в эпинептологию ещё поучилась для начала, потому что довольно часто это всё встречается. Мне интересны ещё различные деменции, да, это такие геронтологические направления, неврологию пожилых людей, болезни Альцгеймера, паркинсонология, вот это всё, это классно, интересно. Ну, население взрослеет, поэтому это актуально, по крайней мере. А в творческом плане? В творческом плане надо книгу дописать, я сейчас заинтересовалась съёмкой видео, начала в Инстаграме снимать рилз, то есть закупила себе оборудование, там, свет и так далее, и поскольку мне это очень понравилось, я думаю, что можно будет попробовать пойти на Ютуб, вот, но всё это, конечно, время требует очень много. Ну, самое главное, это стабильность, так как иначе можно растерять аудиторию, перегружать себя социальными сетями тоже опасно. Да, да, согласна. Тут, ну, вообще у меня просто, ой, так, очень большая нагрузка, получается, у меня работа, блог, у меня ещё есть своя команда психологов, в которой мы тоже помогаем развиваться, поскольку неврология связана с психиатрией в целом, и многим моим пациентам нужна помощь психологов, и поэтому мы собрали компанию психологов, и ведём соцсети для неё, там рассказываем тоже полезное про док-псих. Расскажи, ну, вот это вот, так скажем, предпоследний вопрос, причём, в принципе, ты решил заняться именно неврологией, то есть, как твой жизненный пульт так сложился, что ты решил, что это именно то, чем ты хотел бы заниматься сегодня? Это как в комиксе, где учёного спрашивают, зачем вы это изучаете, один говорит, чтобы двигать ногу вперёд, ла-ла-ла, а другой говорит, потому что это офигенно, да, и вот что-то из этой серии, потому что, блин, реально неврология, это очень классно. Там все заболевания, они просто какая-то средневековая дичь, то человек там начинает в какой-то пляске святого вида плясать, то у него рука его не слушается, творит какую-то дичь, ну, то есть, это реально очень интересно, взять ту же сомнологию, это всё очень похоже на какие-то сказания, вот реально, да, 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 очень классно. И последнее тогда, о чём ты сегодня будешь рассказывать в нашем лектории? Сегодня буду рассказывать как сомнолог про разные лайфхаки, как человек может помочь себе лучше засыпать быстрее, да, быстрее просыпаться, чувствовать себя бодрее, сколько вообще человеку нужно спать, какой должен быть нормальный сон, чтобы немножко так и снизить тревожность человека по поводу того, нормальный у него сон или нет, немножко нормализуем разные вариации у разных людей. Спасибо, что я сегодня пришла, надеюсь, вы посмотрите не только наш подкаст, но и лекцию, всё будет на нашем ютуб-канале, группе ВКонтакте, так что смотрите и до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.